Всем привет! Сегодня вместе с вами тестируем тональный крем от Maybelline Fit Me. Давайте приступим. Честно говоря, совсем ничего не знаю о данном тональном средстве, поэтому для начала давайте прочитаем, что нам обещает производитель. Итак, на сайте представлено всего 8 оттенков. Тональный крем матовой кожи плюс невидимые поры. Уникальная формула с пудровыми микрочастицами, которые выравнивают поры и впитывают блеск. Первый тональный крем, который подстраивается под тон и тип кожи. Кожа выглядит естественно матовой, словно бархат, без видимых пор и эффекта маски. Предлагают нанести пальцами для более легкого покрытия и широкой плоской кистью для более насыщенного. В компоненты, если посмотреть, то, к сожалению, есть алкоголь и определенные силиконы. Я выбрала оттенок 105, светло-бежевый. Посмотрим, насколько он мне подойдет или подстроится, как обещает производитель. Да, этот тональный крем более направлен для кожи нормальной и склонной к жирности. Я все-таки считаю, что у меня кожа склонна, наверное, к сухости. Но посмотрим, что из этого получится. Также у меня есть разце, есть определенные пост-акне-прыфички и всякие покраснения. Так что проверим, насколько тональный крем сможет их перекрыть. Будет ли цепляться к каким-то сухим участкам кожи, насколько долго будет носиться. Ну и вот весь этот интересный стаф. Так что давайте приступим. Я буду наносить тональное средство спонжем влажным Beauty Blender, потому что для меня это самый лучший способ нанесения любого тонального средства. И для начала я нанесу средство на правую сторону лица и покажу вам разницу между стороной со средством и без. Как я и сказала, кожа у меня сейчас далеко не в самом идеальном состоянии, но, наверное, это самый лучший способ проверить, насколько хорошо работает тональный крем. Приятная упаковка, которую можно выдавить до последнего. Ну, больше о ней такого ничего особого нельзя сказать, но оттенок виден. Хорошо, что есть защитный вибран, это значит, что вы можете быть уверены, что никто это средство до вас не открывал, не пробовал, не трогал. У средства достаточно жидкая текстура. И сильный запах спирта. У средства определенно очень хорошая кроющая способность. Легко наносится, легко растушевывается, запах уже этот вроде не чувствуется. Ну и да, он еще не окончательно высох у меня на коже. Посмотрим. Тональный крем я на лице, и я, в принципе, довольна. Он хорошо распределяется, тушуется, можно наслаивать его. Вот я чуть-чуть здесь попробовала перекрыть прыщички и пост-так на определенный оттенок. Мне кажется, для меня немного чересчур светлым, но всегда можно попробовать чуть-чуть потемнее. Действительно, такой более матовый у него эффект, особенно это заметно у меня на носу, потому что там есть определенные такие сухие участки кожи. Ну, посмотрим, как в течение дня ведет себя средство. Так что пока я очень даже довольна. Я сейчас нанесу весь свой остальный макияж, покажу вам, расскажу, есть ли у меня появились какие-то новые мысли по поводу тонального крема. Так что скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, сейчас 8 часов вечера, и тональный крем от Maybelline Fit Me был у меня на лице 8 часов. Я думаю, что я готова поделиться с вами своими конечными впечатлениями и мыслями по поводу данного тонального средства. Я очень довольна на самом деле им. Оно до сих пор у меня на коже вообще такое впечатление, что прошло, я не знаю, не 8 часов, не 7 часов, да, а вот буквально только-только я нанесла, так хорошо он выглядит на коже. То есть нигде он как-то не исчез, неровностей никаких не появилось, поэтому в этом плане это, конечно, очень хорошо. Кожа у меня, я переживала немножко, что из-за того, что в составе есть спирт, то, возможно, моя такая достаточно чувствительная кожа может как-то на это среагировать, но тут все было в порядке, нормально, в Испании никаких вроде нет, надеюсь, что и не будет. Хорошая кроющая способность, как я уже говорила в начале видео, хорошо растушевывается, достаточно, ну, такой неплохой выбор оттенков есть, поэтому это вот такие плюсы. Самый главный минус, наверное, если у вас все-таки очень сухая кожа или просто даже сухая кожа, то данное тональное средство может вам не подойти просто из-за того, что оно достаточно сильно подчеркивает какие-то сухие участки на вашей коже. И может, опять-таки, за счет алкоголя еще больше обострить ситуацию и ухудшить состояние кожи именно в плане увлажненности ее. Но если у вас кожа нормальная или склонная к жирности, не знаю, насколько, прям, если очень жирная кожа, он будет хорошо работать, потому что даже на моей коже к вечеру заметно немножко такой, как отблеск, хотя кожа вот так вот по ощущениям не чувствует, не чувствуется какой-то супер жирной. Не отпечатывается средство, ну, практически совсем, что, опять-таки, очень хорошо с более увлажняющими банальными средствами. У меня есть такая проблема, когда мы поговорили по телефону и средство осталось на части его на экране, тут ничего такого нет. Поэтому мне очень понравилось, я на самом деле очень-очень довольна, и буду продолжать обязательно им пользоваться, ну, и будем надеяться, что все и дальше будет в порядке. Если вам понравилось это видео или было интересно, вы узнали, может быть, что-то новое, то это замечательно, пишите в комментариях, может быть, у вас есть какие-то мысли, может быть, вы использовали это средство, понравилось оно вам или нет. В общем, да, и до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok